Приветствую вас, и вы очень правильно сделали, что обратились к нам на ресурсы, здесь вам обязательно помогут, обязательно изменят вашу жизнь к лучшему, но для этого нужно ваше желание это делать. Вы описали некоторые ключевые моменты в своем письме. Первый ключевой момент – это проблема родителей, вторая ключевая проблема – это, собственно говоря, ваша беспомощность. По сути, их, ваших родителей – ошибка, что они всегда все решали и решали за вас. Именно отсутствие самостоятельности вместе с негативной атмосферой вашей семьи и породило то, что у вас сейчас есть. Соответственно, для начала нужно обязательно проработать ваши отношения с родителями, донести на них мысль о том, что вы сами – у нее взрослая девочка, и что вы можете и должны самостоятельно принимать решения относительно своей будущей жизни. Вы написали, что выбрали профессию, которую вы ненавидите. Это, наверное, ключевой момент, потому что то, что вы делали до этого, было по указке ваших пап и мам. А потом пришло время вам выбираться самостоятельно, и вы не смогли. Вы не привыкли выбирать и выбрали, наверное, даже не то же, что вы и хотели. Не то же, что вам нравилось, а выбрали то, что ненавидите. Просто потому, что, ну, оказались не готовы к этому выбору. И начинать работу, начинать работу над изменением в своей жизни нужно с того, что, во-первых, определить, какие у вас интересы. Что вам нравится, что у вас получается, к чему есть клон, где бы вы хотели развиваться, какие сферы вас привлекают. Если ответов на эти вопросы у вас нет, то необходимо проводить сейчас кругозор. Вы сейчас кругозор с тем, чтобы познавать мир побольше и больше, и тогда он не будет казаться вам таким огромным и, значит, суровым, стратным и далее. Дело в том, что мир изменять не надо. Нужно просто в нем оставаться самим собой и делать то, что вам нравится, то, что вам привлечет. И начать нужно с самого. С определения этих собственных у вас интересны, какие они. Далее, следует обязательно работа с вашей самооценкой, самоуважением, взломолюбом и так далее. Потому что, если родители у вас достаточно авторитарные, то есть, они вам указывают, то, естественно, у вас привито чувство, что вы сами ничего не можете, сами не способны и так далее. Это необходимо исправлять, потому что вы ничем не хуже других людей, просто вы не привыкли, еще раз говорю, нести за себя ответственность. Дальше. Что касается, собственно говоря, вашего решения остаться на том скультете, той профессии, которая вам не подошла. Вот почему вы, собственно говоря, выбрали профессию, понятно, которая вам не нравится, но почему вы не переводитесь, это вот совсем ясно. Дело в том, что на третьем курсе заканчиваются общие науки, начинаются специализации и сейчас именно на третьем курсе наиболее удобное время для перевода в тот факультет, который вам подошел, чтобы именно в узком специализированной форме изучать то, что вам нравится. Если вы знаете, то у вас действительно получается. А узнать это достаточно легко, в первую очередь определить, какие науки вас больше привлекают, гуманитарные или точные, и, соответственно, уже в результате строить свою линию дальнейшей деятельности, дальнейшего обучения. Тут нужно понимать, что вы очень недостаточно сильно зависти от общественного мнения. То есть, когда вы специализируют, что все вокруг вас населяются, работают, кто-то еще делают. Вы знаете, это на самом деле иллюзия. То, что вы видите, потому что считают себя хуже других. На самом деле, собственно, не обстоит таким образом, она обстоит немножко по-другому. Дело в том, что у каждого человека, у любых людей есть проблемы. Просто проблемы эти, понятное дело, никто не афиширует. И в общественном плане, с точки зрения общества, каждый человек, каждая пара, каждая семья, любой субъект общественных отношений никогда не выставит свою слабость на показ публике. То есть, публично не проявляет в себя свои какие-то негативные качества, свои переживания, свои страхи и т.д. Просто потому, что это его дискредитирует в глазах общества. А для человека это неприемлемо. И вы видите, вы замечаете только внешнюю сторону. Только то, что вот на поверхности лежит. Но вы не знаете о том, чем человек живет, что он думает и т.д. То же самое и относится к вам. Вам кажется, что вы ничего не можете, что вы не выдастесь в ситуации. Только лишь потому, что вы остановитесь в своей собственной страхе. Свои собственные блоки. Но другие-то люди этих блоков не видят и не знают. Им кажется, что вы также что-то делаете. Им кажется, что вы также учитесь, что вы дальше живете так, как вы хотите жить. И с другой стороны это кажется именно так. Что вы живете так, как хотите жить, а не потому, что вам что-то не дает жить по-другому. И это нужно понимать. Понимать, что угадывает проблема. Что вы не одиноко с своими проблемами. Что проблемы есть. Угадывает. Что проблемы-то нормальные. Это также как нормальная проблема решать. И так же как нормально, convergence, что проблемы у него будут появляться. другие, но они будут. И они будут всегда. Для начала нужно, вот, прояснить то, что у вас, значит, есть, то есть ваши проблемы и сферы, и дальше постепенно брать на себе ответственность за свою жизнь, за, значит, свои поступки и так далее. Да, постепенно, не сразу. То есть, смотрите, как получается. Вы, вот, жизнь родителями, которые все, значит, за вас сделали, которые все за вас решали, и учитесь вы сейчас тоже, как бы, все это, вот, подача родителей происходит, и, по сути, для вас жизнь не изменилась. Ну, вот, вы, наверное, знаете, что, именно, вы знаете, насколько будет такое время, когда вам придется делать что-то самой. И, чтобы это не было стрессом для вас, чтобы это не причинило вам травму, желательно, чтобы вы начали, начинали делать это уже сейчас. То есть, какие-то мелкие, какие-то не особо значимые аспекты своей жизни брали под свой контроль. Ну, например, решали, что вам одеть, решали, что вам, там, куда пойти и что сделать. И, понятное дело, что родители будут воспринимать это негативно. Очень большая вероятность того, что ваши родители будут воспринимать это негативно. Почему? Потому что они привыкли, что вы во всем их слушаетесь. Они привыкли, что вы делаете так, как они говорят. И для них будет неожиданностью, что вы, вдруг, недавно проявляете свою волю, свои желания, и т.д. Но это необходимо, потому что без борьбы ничего не состоит. То есть, необходимо бороться. Бороться для борьбы, ну, на цель. Ради чего вы это делаете. И, собственно говоря, с тем стимулом к борьбе наступают ваши интересы, ваши цели и т.д. А ну, отдельного договора заслуживает тот, что ваши родители постоянно ругались и хотели сестись. То есть, вот они, видимо, знаете как, они, видимо, сохраняли семью, чтобы, чтобы у вас была молодшая семья. Ну, только получилось, что вы росли в постоянном, в постоянной конфликтной генной атмосфере. И вас это только нервировало. Ну, по сути дела, родители ваши тоже обижали проблем. То есть, они их не решали, они просто их как-то вот терпели, смирялись. И то же самое предлагают, наверное, делать с вами. Ну, соответственно, если вы этого не хотите, то вам необходимо как-то вот работать над собой, менять с собой поведение, доставшихся вам от родителей и работать со своими комплексами. То есть, тут только так, к сожалению, к другому не получится. Поэтому, я вам очень рекомендую выбрать экспресса на нашем ресурсе и приватно с ним работать, значит, чтобы решить все свои проблемы и, наконец, стать хозяйкой своей жизни. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и...